Мир вам и Божие благословения, дорогие братья и сестры! Продвигаемся далее по чинопоследованию литургии святого Иоанна Златоуста. Икния Великая о верных. Икния Великая, или когда она начинается словами «Миром Господу помолимся», она называется «Мирная». Эта икния произносится в начале вечерней, в начале утренней, в начале всех литургий, ну и в разных других чинопоследованиях. Например, на Великом и Малом Освящении Воды, на Великой Панихиде и так далее. Икния, которая звучит в начале литургии верных, это сокращенная редакция «Мирной» икнии. Поэтому, как я уже говорил в прошлой передаче, эти икнии часто опускаются. А те молитвы, которые на этих икниях читает священник, он читает либо прежде, на икнии сугубы, либо на хирургийской песне. Сейчас прозвучит Великая икния. Музыка Константина Шведова. Опус 40, притрудитель мужского хора, исполнение хора «Монаха в Росе», 92-й год записи. Я даю специально в одном стиле, одного автора, один характер музыки, сугубую, заупокойную, об оглашенных и две вот эти икнии. Чтобы ту традицию показать, которая сложилась в соборных храмах, наверное, еще в Византии. Потому что всегда в соборных храмах было несколько деканов, иногда даже очень много деканов. И на каждой икнии выходил новый декан. Соответственно, у него свой голос, индивидуальный, неповторимый. И этим голосом он произносил те слова, которые ему были положены произносить по уставу. Вот сейчас прозвучит икния верных, о верных Константина Шведова. А мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok